Вот это универсальная формула всего сущего. Вот видите, две волны. Если представить вас свету, то это две световых волны. Или два круга Вселенной, или два шара мужской и женский. Два витка. Человечество прошло вот этот путь. От вот этого уровня, я вам уже рассказала про Охтаву, первый уровень, второй и так далее. И вот дошло до вот этой вот низины. Вот находитесь все вот здесь, на самом низшем уровне. Понимаете, в какой низине все находятся. И естественно, свет сюда совершенно не доносится. И чтобы получить истинное знание, только с этого уровня нужно было совершить мисхождение и здесь, отсюда вещать. Потому что исказилось знание за эти века, тем более темные поработали. Учения прежние искажены тоже полностью. И столько нужно было давать жильем здесь. Вот то, что человеку сегодня необходимо, чтобы перейти на вот этот уровень. Шестой уровень – это уровень Атлантиды. Вот переходим. А Атлантида – это четвертая раса была. Так вот восьмерка. Вот эта восьмерка, ее фактически можно представить, что это вот эпохи и расы, которые проходили свой путь в тысячелетнем историческом развитии нашей цивилизации и вообще всего живого космоса и Вселенной. Ну, если вкратце пробегусь, так, ну вот от этого уровня, от уровня Софии Премудрости Божьей пришла Андрогина и с первого уровня потихонечку пошло развиваться время. С первого уровня не существовало тогда ни времени, ни человечества, ничего. Андрогина была сама в себе самосовершенна. И мужское жертвое внутри себя полностью стоило. И когда пришло время разложиться на два начала, она вычленила второе начало, сама исчезла, и проявились две ее половинки вот на этом уровне. Пошла вторая раса, лучистое человечество. Таким образом оно не спустилось на третий уровень, на серединку. Начали формироваться каркас, кости. И потихонечку-потихонечку опускаться в материальный план. Человечество начало развиваться. Это была Лемурия. И вот здесь вот Атлантида, значит, в этой точке. Атлантида — это период, самый такой пик расцвета цивилизации материального плана. Потому что до этого существовал духовный план, тонкий царство, в которых можно было передвигаться свободно по воздуху, путешествовать. А когда, наконец-то, уплотнились духовные сущности, то они перестали чувствовать духовный план, а больше стали чувствовать землю под ногами, почву под ногами, как говорится. Но с утратой духовности потихонечку люди заземлялись, тело становилось все грубее, все меньше в своих размерах. И, наконец, дошло до этого уровня. Но на протяжении всего этого периода землю посещали духовные учителя, мыслители, философы, которые развивали человечество, давали знания, чтобы совсем не отрывались они от единой премудрости Божьей, эйнсов. И вот в этой точке, когда уже померкли все огни, когда учение Христа было тоже полностью искажено, и других учителей человечества, вот был совершен приход эйнсов, Софии, которая должна была сюда явиться и отсюда с нуля начать творить все новое. И отсюда сейчас совершится переворот на новый уровень, очень скоро. Человечество войдет вот в эти токи световые на уровне Атлантиды. Откроются все способности, возможности. И то, что существует сейчас в этом мире, перестанет существовать, потому что наступит время телепортации, время трансформации, время материализации мыслей, планета будет чиста, красива, полностью на новом уровне своего сознания. Человечество, которое явится, воплотятся души, тоже будут образованы свыше, и все по-новому будет твориться в Золотом веке, в Богине Матери, скажем так. Затем за шестым уровнем последует седьмой уровень, а седьмой уровень — это уровень Бога-человека. И вот Бога-человек — это фактически ваша целостность. Как только вы после шестой расы перейдете на седьмой уровень, откроете свое седьмое тело, вот как матрешка, знаете, семь таких матрешек, от маленькой к большой. Но большая вмещает в себя все вот эти остальные тела. Вот так и человек. Это же неспроста посвященными были даны вот такие символы знания. Чтобы человек о себе что-то понимал и чувствовал. А матрешка переводится «ма-трешка», тройственная мать, триединая мать, как и было на самом деле почитание Триединой Матери. Так вот седьмой уровень — это логос планетарный. Это уже фактически две половинки в единстве. Оба полушария раскрыты, как лотос. 12-тысячелепестковый лотос. Идет напрямую фахотизация. Вот идет вот такая вот как бы торическая связь. И работает вся Вселенная, макрокосм и микрокосм, как единый организм. И вот человек — это есть микрокосм, то есть малый космос. А макрокосм — это большой космос, это Вселенная. Но всё единое целое, всё единое целое. Как только человек оторвает себя от макрокосма, он умирает, он становится тленным, он перестает развиваться. И вот тёмные сделали всё возможное, чтобы человека оторвать от макрокосма, чтобы вырвать его из Вселенной. А ведь вы потенциально все должны быть единицами Вселенной. И смысл человеческой жизни, чтобы воссоздать вот эти все свои семь тел, открыть их в себе, и чтобы Душа освободилась, чтобы она стала свободной, как мотылёк, полетела, а не замыкалась в этих оболочках и телах. Потому что вы же знаете, что Души постоянно перевоплощаются. Трактат о перевоплощении Души знали все посвящённые. Если брать седьмой уровень сознания, это человек открытый, ему уже не нужны никакие поводыри, никакие учителя, которые куда-то могут увезти непонятно. Человек напрямую общается со Вселенной, с космосом. Всё, поток света идёт, а больше ничего не нужно, потому что свет — это информация. И как только вы получаете чистую информацию, ваше сознание само открывается и всё считывает, и всё понимает, и всё знает. А знание — это есть соединение. С древнего языка, если перевести слово «знание» — соединение. А почему соединение? Да потому что первичный принцип жизни — это соединение мужского и женского. Вот, в утробе матери он и она в единстве.